Всеволод Киселев с дзюдо на ты. На татами выходит бороться уже 6 лет. До этого первенство области для подростков правила были детскими. Нельзя делать болевые приемы. Теперь все как у взрослых. Побеждать стало сложнее, зато азарта больше, рассказывает финалист соревнований. Интереснее будет по взрослым, но также есть немного страха с болевыми удушающими. Ну, больше хочется попробовать новое. Тренеры от нововведений в восторге. Говорят, давно пора, потому что чем раньше ребенок поймет всю суть борьбы, тем лучше. Ведь привыкнув к только техническим броскам, юношам в 16 лет трудно психологически применять и сопротивляться болевым приемам. Когда у них будет определенный опыт соревновательный с болевыми удушающими, что касается именно здесь, соревновательной практики, уже на такой арене, когда они будут бороться со взрослыми, конечно, это будет уже совсем другое. Нежели просто ребенок придет и ему сразу повзрослее возраст сделает удушающий болевой, он даже не будет знать, как сдаться и как защищаться правильно. Первую практику борьбы по новым правилам подростки проходят на первенстве Самарской области. 14-летние юноши и девушки определили призеров в девяти весовых категориях. Из лучших дюдоистов сформируется сборная команда региона. В нее с большой вероятностью попадут спортсмены, стойкие духом. Ребята боятся именно того, что будут какие-то проблемы именно, наверное, все-таки психологического характера. То есть уже более агрессивная борьба, более другой уровень, более устойчивая психология должна быть. Ну, уже после второго круга соревнований они адаптировались и спокойно проходит эта борьба. Мотивировать подростков на победу по новым правилам организаторы соревнований будут большим медальным фондом. Если раньше весовой категории определялся один чемпион, то теперь их может быть несколько. Все зависит от количества участников. Прописана французская система, то есть дети будут делиться по подгруппам. В каждой подгруппе не более четырех человек, то есть чтобы ребенок проводил не более четырех встреч. И встречи будут не останавливаться сразу, чтобы спортсмен не проигрывал. А гарантированно, что ребенок отборется всю полную встречу. И, соответственно, будет приветствоваться, в каждой подгруппе будет награждение. Впереди у спортсменов первенство по Волжье в личном и командном зачетах. Соревнования пройдут в середине февраля в Соликамске Пермского края. Всероссийский турнир ждет лучших дюдоистов страны в Самаре с 13 по 18 апреля. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.